Республиканский конкурс Министерства внутренних дел Республики Беларусь «Семья служим вместе» давно приобрел статус традиционного, так как проводится он ежегодно в течение 11 лет. Каждый год в списках новые участники. В этом году пять дружных семей дошли до областного этапа. Своим примером участники акции показали и доказали, как можно вместе двигаться вперед и умело совмещать непростую работу в правоохранительных органах и дела семейные. Уважаемые коллеги, ребята, мы приветствуем вас сегодня в этом помещении в рамках первого этапа акции Министерства внутренних дел «Семья служим вместе». Уже ведущая до меня очень красиво сказала, что такое семья в целом, но для нас, для людей, которые проходят службу, семья – это действительно еще тот дополнительный источник, который помогает черпать силы, вдохновение и понимание необходимости нашей службы и, конечно, достигать тех результатов, тех целей, которые перед нами поставлены. Семья Меликовых – одна из лауреатов областного этапа конкурса «Семья служим вместе» и наглядный пример милицейской династии. Кроме глав семьи, которые служат на благо Родины, мальчики-близняшки приняли решение пойти по стопам своих родителей и потому уже сейчас учатся в кадетском классе. Служить вместе – это, наоборот, большой плюс. Дело в том, что когда муж, а также является офицером и служит в органах внутренних дел, он очень много понимает всех плюсов и минусов нашей профессии. И, по крайней мере, когда где-то необходимо задержаться мне на работе, где-то необходимо отправиться в командировку, муж всегда с пониманием относится, как, в принципе, и я с пониманием отношусь к его службе и прекрасно понимаю, что наша служба опасна и трудна. Наши родители – это пример. Мы ими гордимся и хотим в будущем стать, как они. Дипломы и подарки из рук начальника УВД Брестского облсполкома Александра Острейко получили все финалисты. Кульминация испытания – республиканский этап – пройдет в Минске. Брещену на нем представит семья Чеченковых. Конечно, приятно, почетно. Неожиданно, что победили. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.